Доброе утро, дорогие коллеги! Разрешите приступить к продолжению темы релихиоза. Сегодня мы немножко поподробнее узнаем об этой болезни. Я с релихиозом впервые в своей практике встретилась около года назад. Это были случаи привозного релихиоза, заражённые собаки из тёплых стран. И мне стало интересно побольше узнать об этом информации и, в принципе, побольше подхода к таким животным, правильности подхода. И это сложные достаточно пациенты. Мне хотелось бы с вами поделиться немножко этой информацией. Мы рассмотрим теоретическую часть, узнаем последние современные данные, которые сейчас известны о этой болезни. И также рассмотрим два клинических случая. Это единственные два случая из моей практики. Итак, релихиоз собак. Аббревиатура Кенаин моносаитик релихиозис или CME. Она дальше будет фигурировать в лекции. Это моноцитарный релихиоз собак, по сути. Это векторное заболевание, которое повсеместно распространено. Раньше считалось, что распространение только в южных регионах. Сейчас это совсем не так. Возбудителем моноцитарного релихиоза собак является ишерихия канис. Ирлихия канис, прошу прощения. Я волнуюсь в начале лекции. Возбудитель ирлихия канис. Это грамм отрицательной бактерии, которые преимущественно поражают лейкоциты крови. Это могут быть и моноциты, и макрофаги, и лимфоциты. И формируют внутри плазматические бактериальные агрегаты, которые называются моролами. Если посмотреть более внимательно настроение моролы, то здесь на этом слайде видно, как элементарное тельце, маленькое, справа внизу представлена электронная микроскопия этого тельца. Это, собственно, и есть сам организм, ирлихия канис, который выглядит как скопление неких гранул. Это тельца, ирлихия, она попадает в клетку путем фагоцитоза. Клетка ее захватывает, фагоцитирует, и далее образуется морола под цифркой 4. Вот здесь вот видно, как эти тела размножаются путем бинарного деления, их становится много, и со временем они выходят за пределы клетки, и дальше уже распространяются по всему организму. Классификация ирлихий. Это отряд рикетси, семейство по новой классификации анаплазмата С, раньше это были рикетси, С, род ирлихия. И существует 5 видов ирлихий, о которых я сегодня здесь вкратце скажу, которые могут зарожать собак. Нам интересно в контексте все-таки заболеваний собак. Основная причина ирлихиоза это ирлихия канис, также есть ирлихия чефенсис, в основном это моноцитарный ирлихиоз человека вызывает этот паразит, но им болеют и собаки. Ирлихия вьюния, основная причина ирлихиоза гранулоцитарного у собак, и болеет человек. Ирлихия руминантум, болеет крес и выявлен в крови здоровых собак, но без доказательств острой клинической какой-то фазы. Ирлихия мурис, которую выделили от больных собак в Северной Миннесоте. И также по последним данным есть свидетельство о выделении этой ирлихии у человека. То есть собаки и человек довольно часто стоят здесь рядом. Из нового гадлайна по распространению ирлихиоза собак и анаплазмоза в Европе видно, что он распространил клещи иксодовые и репицефулю сингвинеус, который распространяет, собственно, является источником заражения ирлихий, они распространились намного дальше, чем южные районы, если раньше считалось, что это зона Средиземного моря, это Испания, Италия, Турция, то есть южные районы. Сейчас клещи переползли далеко на север, это и Финляндия, и даже часть России. Особенно хочу остановиться на исследовании, которое опубликовано в новом гадлайне от 2015 года. Это российское исследование Волгиной, Ромашова и соавторов. Это исследование было проведено в Воронежском заповеднике, это чистая зона, которая никогда не обрабатывалась от клещей. В исследовании участвовало две группы собак, это здоровые собаки, которые никогда не обрабатывались от клещей, и вторая группа, это собаки с клинической картиной, на базе ветеринарных клиник находили этих пациентов, и лечились в клинике от аррехиоза и других заболеваний. А также исследовались клещи, эксодовые, эксодосрицинус, которых собрали в этом заповеднике. В результате этого исследования выяснилось, что здоровые собаки, которые никогда не обрабатывались от клещей, у них при помощи теста, тест везде один проводили Тайдекс, вот этот СНАП-4ДХ, который нам доступен, у здоровых необработанных собак выявили рлихи и канис 2,4% случаев всех собак. Группа больных собак рлихи и канис не выявилась тестом, выявилась боррелия бурдорферии и анаплазма фокотстофилум, также дерфилярии, и у эксодовых клещей выявили боррелию и анаплазму, и рлихии не обнаружили. Такое интересное исследование было. Приступим к рассмотрению патогенеза моноцитарного рлихиоза собак. От клеща, у клеща есть только транстадийная передача рлихий, то есть от личинки к клещу, с яйцами клеща рлихий не передаются никак, клещ кусает собаку и со слюной заражает рлихи, попадая в организм хозяина, по сути это уже хозяин животное, которое получило рлихию. От укуса клеща до передачи собаке проходит 3 часа по последним данным. Раньше считалось, что это до 48 часов, сейчас есть исследования экспериментальные, при экспериментальном заражении собак, которые показывают время 3 часа, то есть это довольно короткий период времени. Рлихии попадают в макрофагии, там активно размножаются при помощи бинарного деления, быстро размножаются и начинают обмениваться между клетками через межклеточное пространство, выходя за пределы клеток, поражают соседние клетки и так проникают практически во все ткани организма. Поскольку у самих рлихий в оболочке отсутствуют липополисахариды и пептидогликаны, это им позволяет выживать внутри лейкоцитов, то есть сам организм их не убивает активно, и также в организме клеща, то есть это такой довольно важный механизм патогенеза. Инкубационный период моноцитарного рлихиоза собак составляет от 8 до 20 дней, следом за которым развиваются три основных стадии болезни. Это острая стадия, когда проявляются выраженные клинические симптомы, дальше довольно интересная субклиническая стадия, мы о нем попозже поговорим, и более такая печальная хроническая стадия рлихиоза. Острая стадия длится от 1 до 4 недель, и рлихии проникают в селезенку, печень и лимфоузлы, это вызывает органомегалию, мы выявляем увеличение этих органов у больных животных, поражают активные эндотелии сосудов, что приводит к воскулитам и геморрагиям. При воскулитах потребляется большое количество тромбоцитов, также присутствует иммуноопосредованный распад этих клеток, и накопление тромбоцитов в селезенке, следовательно, вызывается различная степень тромбоцитопения. Различные уровни анемии, связанные с потерей собственной из-за кровотечения и иммуноопосредованное разрушение красных клеток крови. Поражение сосудов легких возникает на фоне развития воскулита, поражение сосудов приводит к мелким геморрагиям в легочной ткани, отек, воспаление, и есть исследование, в котором описана пневмония при рлихиозе собак, и пневмония действительно встречается. Центральная нервная система за счет формирования менингита проявляется как пореза параличи, вестибулярное нарушение. Собственно, симптоматика будет та, в зависимости от того, какая зона центральной нервной системы поражена, по механизму восколопатии. Поражение почек также по механизму восколопатии, которое приводит к развитию острого гломерного нефрита. При острой стадии моноцитарного рлихиоза возможно спонтанное выздоровление без лечения. Такие случаи неоднократно регистрированы. Либо переходят в субклиническую стадию болезни. Субклиническая стадия может быть длительная. Это месяцы и годы, которые упоминаются в литературных данных. Возможно, бессимптомное носительство эрлихий никак не проявляется. Мы не будем видеть никакие клинические признаки. Или какие-то совершенно минимальные проявления. Это небольшая тромбоцитопения, например. Притом тромбоциты могут то снижаться в крови, то быть совершенно в нормальных значениях. И редко этому вообще какое-то придают значение. Эрлихия депонируется в селезенке в этой стадии. Поэтому ее не всегда можно зафиксировать тестами. Может быть спонтанное выздоровление. То есть такие животные могут не развить острую стадию болезни. Либо переходят в хроническую стадию условия и причины, почему какие-то собаки переходят, какие-то не переходят. Они неизвестны. Пока нет таких данных. Хроническая стадия моноцитарного эрлихиоза в основном отличается от острой тем, что происходит поражение костного мозга, вызывая аплазию ростков костного мозга. Соответственно, будет проявляться панцитопения разной степени тяжести. В периферической крови мы будем видеть снижение всех трех ростков. Это и анемия, и нитропения, и тромбоцитопения. Также чаще здесь проявляется поражение глаз. Возможно, коинфекции с другими патогенами, о чём нам тоже нужно знать. Есть исследования, которые зарегистрировали больных эрлихиозом собак, у которых параллельно выявляли патогены лейшмания, анаплазма, бобезия и бартонелла. При сочетанной инфекции, как правило, прогноз ухудшается, и симптоматика может быть совершенно различна до тяжёлого состояния. При этой стадии, при хронической, повышается тенденция к кровотечению из-за тромбоцитопения и восколопатии. То есть два механизма, по которым развивается тяжёлое кровотечение у собак. И иммуно-опосредованный механизм также присутствует. Проявляется иммуно-опосредованное заболевание, которое мы сейчас чуть позже упомянём. И, опять же повторюсь, нет исследований, которые показывают факторы, приводящие к этой стадии. По поводу иммуно-опосредованного механизма хотелось бы остановиться немножко подробнее. Почему однозначно знают, что у таких животных есть иммуно-опосредованные реакции? Потому что выявляют циркулирующие иммунокомплексы, выявляют признаки лимфоцитарно-плазмоцитарных инфильтраций и паранхематозных органов, но на основании биопсии, конечно, этих органов. Поликлональную гиперглобулиномию, антидрабонцитарные антитела, сплен-эктомия, ассоциированные клинические улучшения и гематологические улучшения. То есть у собак при хронической стадии эрлихиоза удаляют селезёнку, и у них есть тенденция к улучшению клинической картины и картины крови. Но немного таких исследований. И на фоне иммуно-опосредованного механизма развивается гламирол нефриты, увеиты, тромбоцитопени иммуно-опосредованная и иммуно-опосредованная гемолитическая анемия. Это основной перечень заболеваний, которые сопутствуют и которые есть в наличии у этих собак. Предрасположенность к эрлихиозу. Однозначно, по всем последним данным, ссылается, что склонны все породы и возраста. То есть нет конкретно каких-то больше, каких-то меньше. Есть отдельные исследования, на основе которых выделяют две породы, немецкая овчарка и сибирский хаски. В этих исследованиях не написано, по какому принципу. Может быть, просто в группу попало больше этих пород собак. Это как одна из причин. Но есть исследование между немецкими овчарками и биглями, которое показало, что у немецких овчарок и биглей, больных эрлихиозом, у немцев более выражены были иммуно-опосредованные реакции, которые вызваны эрлихием, и у них был хуже прогноз. Здесь еще 5 копеек в сторону предисположенности к процессу. Более высокий титр к эрлихиям выявляли у самцов. Сошлись на том, что это, возможно, связано с миграцией, потому что самцы пересекают большее расстояние и могут контактировать с разными видами эрлихий. И в некоторых исследованиях говорилось о том, что у старых животных выше титры к эрлихиозу. Это, опять же, предполагает связь с накоплением антител в течение времени. Но, видимо, это для тех зон, эндемичных зон, где живут эти собаки, где эрлихиоза в принципе много. Итак, остановимся на клинических признаках монастарного эрлихиоза собак. Острая стадия. Для нее характерны кровотечения. Это может быть ЖКТ-кровотечение, это может быть носовое кровотечение, вследствие тромбоцитопении, то есть параллельно у таких животных всегда низкие тромбоциты крови. Петехии на слизистых, мелкие геморрагии. Поражение глаз. Это может быть и кровозлияние везде, и конъюнктива, и склера, и передняя камера в виде гефемы, и сетчатка глаза, то есть абсолютно во всех слоях. Лихорадка, связанная с ней, депрессия, анорексия, снижение веса, если это длительное время какое-то происходит. Лимфоденомигалия, спленомигалия, гепатомигалия, то есть та органомигалия, о чем мы говорили, потому что эрлихи активно там накапливаются в этих органах, они увеличиваются в размере. Респираторные признаки, одышка, хрипы, собственно, та же пневмония на фоне восколопатии, которая может развиваться. Поражение центральной нервной системы в виде порезов параличей, наклона головы, атаксии, судорог реже и болевого синдрома, если это менингит. У некоторых животных выявляется артериальная гипертензия. И эта стадия, несмотря на весь перечисленный список довольно таких жутковатых признаков, которые любого врача могут напугать, но тем не менее животные могут спонтанно выздороветь. Несколько фото по поводу петехи и кхимозов в различных зонах на слизистых оболочках. Эпистаксис у собаки с острым релихиозом, это картинка из Грина. Поражение глаз. Здесь отмечен передний вид, видно помутнение глаза, утолщение роговицы, и обильное кровоизлияние конъюнктивы. Здесь кровоизлияние склеры, белочной оболочки. Здесь тотальное такое поражение глаз. Это хоритинальное поражение. Невооруженным глазом видно отслойку сетчатки. Я думаю, что многие из вас видели отслойку сетчатки. Её действительно видно без офтальмоскопа. Вот она, плавают эти пузыри. Также есть признаки кровоизлияния, и у этого животного будет слепота. Слайд для хирургов. Раньше считалось, что при релихиозе часто выявляют хромоту тазовых конечностей. Последние исследования эти данные опровергли. Считается, по мнению учёных, что у собак инфицированные ирлихи и канис целесообразно исключить коинфекции с такими патогенами, как анаплазма фагоцитофилум и баррелия бурдорфери. Это, собственно, эти две инфекции есть в нашем тесте 4DX. Хроническая стадия. Рассмотрим её более подробно. Для неё характерны спонтанные кровотечения и слабость. То есть, то нет. То есть симптом то присутствует, то проходит. Достаточно высокая смертность, о которой говорится в литературе, она связана с сепсисом из-за панстопении и кровотечениями тяжёлыми. Если нет этих признаков, то, в принципе, не обязательно эти животные умирают, они могут жить с этой стадией и отвечать на терапию. Анемия тромбоцитопения более выражена, чем в острой стадии. Генерализованное увеличение лимфоузлов не только внутренних, но и внешних, периферических органами галия. Отёки конечностей описаны, чаще всего это связано с восколопатией. Увииты, опять же, гефема, кровоизлияние сетчатки, то есть поражение глаз чаще происходит при хронических стадиях, и центральная нервная система поражается редко при хронической стадии. Это больше характерно для острой стадии релихиоза. Какие виды диагностики нам доступны и что при конкретном методе нам важно с вами видеть и какую-то корреляцию с релихиозом проводить нужно? Тромбоцитопения встречается часто. В исследованиях это 80% случаев, то есть достаточно много собак. Нерегенераторная анемия может быть, снижение нитрофилов или умеренное повышение нитрофилов, лимфопения или небольшой лимфоцитоз может быть, то есть и так и так может проявляться в зависимости от механизмов, которые в данный момент у животного происходят. Панцитопения аплазии костного мозга. При хронической стадии, если панцитопения, но при этом костный мозг будет нормоклеточный или гиперклеточный, это мы можем только с помощью биопсии костного мозга выяснить, это больше будет характерно для острой стадии. Как раз почему? Потому что панцитопения здесь может быть на фоне активных воскулитов и потерь клеток крови и так далее. Среднее проявление тромбоцитопения или анемии характерно больше для субклинической стадии, то есть там не сильно выражены будут эти изменения. Что касается биохимического анализа крови, мы будем видеть высокий уровень глобулинов при обострении, при наличии ярких клинических признаков, потому что потом глобулины снижаются в течение времени. Есть исследование, которое говорит, что высокий уровень глобулинов не коррелирует никак с титрами Ирлихия канис. И они, в основном, это выявляется первые три недели инфекции, то есть пока болезнь острая. Падение альбумина, среднее повышение АЛТ щелочной фосфатазы, там не будет сильных отклонений в трансноминазах щелочной фосфатазе. Повышение креатинина, возможно, на фоне гломеролунифрита, а может быть и нет, то есть он может быть нормальный, без остемии. И протенурия достаточно характерна для гломеролунифрита признак. Протенурия, как правило, очень выражена. Наблюдается гломеролунифрита при остром или хроническом монастарном орхиозе собак. Субклиническая стадия не характерна гломеролунифрита. Анализ мочи нам интересна с точки зрения потери белка. Опять же, есть протенурия или нет. Больше мы там особенного ничего не ищем. Следующий этап диагностики – это цитология. В мазке крови или тканевых жидкостях, это биоптат и лимфоузлов, может быть, это пунктат костного мозга. Мы можем посмотреть морулы, увидеть морулы опытным глазом вполне себе возможно. Не сильно помогает этот метод, не обладает очень высокой диагностичностью, потому что описано всего 4-6% обнаружения в мазках крови, но в аспиратах лимфоузла довольно часто, в 50% случаев их можно увидеть. И ещё после острого заражения морулы появляются через 4 дня и сохраняются в течение 4-8 дней. То есть, если мы хотим искать морулы, надо искать только в острую стадию болезни. И единственный минус – это нельзя различить вид эрлихия. Видя вот эти гранулы в цитоплазме, мы не скажем, что это за эрлихия, какой вид. Силогические тесты. У нас доступна ИФА, вот этот СНАП наш 4DX, Айдекс фирмы. Он откалиброван на уровне достаточно высоких титров к эрлихии. 1 на 320 – это примерные данные. Соответственно, обладает довольно высокой чувствительностью. Потому что, если вы помните, диагностичный титр к эрлихиоза 1 на 80 и выше. То здесь явно намного больше диагностичных титров калибровка. Он не может идентифицировать вид анаплазмы и эрлихии. Но этот тест будет положительный для эрлихиоза, если в крови собаки присутствует эрлихийканис или эрлихийюния. Два вида эрлихий он выявляет. А так всего 6 паразитов, которые представлены на слайде. Элайза – это количественный метод сирологический. У нас он тоже доступен, делает его шанс био. Титры 1 на 80 и выше уже диагностичны для эрлихииканис. В случае эрлихииканис продукция антител происходит где-то к 12-14 дню острой стадии болезни. Об этом надо помнить. В начале острой стадии титры могут быть довольно низкими и тест их может не фиксировать. То есть не выявляться титры вовсе. Низкая чувствительность остроинфицированных собак. Это нужно помнить. Положительный сирологический результат указывает на прошлую или текущую инфекцию. Совсем это не означает, что инфекция продолжается. Животное от нее могло бы уже избавиться, а титр оставаться высоким в течение нескольких месяцев. Есть исследования, которые говорят о том, что титр сохраняется годы. Но здесь мало данных очень. Необходимо для того, чтобы понять текущая инфекция продолжается или нет, необходимо провести как минимум два теста с интервалом 2-3 недели. И только четырехкратное повышение титра указывает на текущую или продленную инфекцию. Применение доксициклина, это важная информация для нас, она не влияет на выработку антитела, сероконверсию. Титры как росли, так и будут расти. Доксициклин не помешает этому процессу. И нужно помнить о том, что есть перекрёстная реактивность ирлихий, три вида ирлихий между собой, канис, чефенсис, вьюни, и, возможно, канис и анаплазма фагоцестофилум. То есть, если титр пришёл, иммуноглобулин G к орлихиозу, положительный, то есть животное у нас серо-позитивно, мы не можем достоверно сказать, вроде как канис, титр определяется, но может быть перекрёстная реактивность ещё к другим видам ирлихий и, вполне возможно, может быть коинфекция. То есть, не только канис, но и другие виды. Но, в принципе, лечится это одинаково, поэтому для нас это, наверное, не так сильно важно. ПЦР-диагностика ирлихиоза это очень высокочувствительный метод для раннего обнаружения ирлихий, когда мало титров, после заражения, в течение 4-10 дней, определяет вид ирлихий, и он полезен как раз в сочетанной инфекции, то есть, когда надо определить прям вид. Ложно-положительные и отрицательные результаты зависят от качества лаборатории, образцов, от приёма антибиотиков, ПЦР-диагностику, доп. курс антибиотикотерапии нужно проводить, об этом нужно помнить. Материал может быть абсолютно любой. Раньше считалось, что пунктаты селезёнки дают лучший диагностический результат, но сейчас так не считают. Это может быть и кровь в пробирке с ЭДТА, это может быть пунктат селезёнки или костного мозга. При появлении морл, при микроскопии, если нам попадается образец, и лаборант в мазке крови видит морл, именно этот образец желательно направить на ПЦР-диагностику. Тогда больше шансов, что мы получим положительный результат. ПЦР полезен для мониторинга после лечения. Когда мы закончили лечение, нам нужно посмотреть, а есть ли эрлихия в крови. Отменяем антибиотик, и через 2 недели берём повторный ПЦР после отмены антибиотикой. То есть на фоне антибиотикотерапии не применяем этот метод. Присутствие бактериального ДНК, когда нам тест выдаёт положительный результат, всегда признак активной инфекции. Об этом тоже нужно помнить. То есть именно сейчас эрлихия бушует, именно сейчас происходит либо обострение субклинической формы, либо острый эрлихиоз. Вот он в данное время происходит. Отрицательный ПЦР, он не исключает инфекцию, потому что эрлихии могут депонироваться в селезёнке, и в крови не быть генетического материала. Об этом тоже нужно помнить. Если вы сильно подозреваете эту болезнь, то ПЦР можно взять с течением времени, допустим. Но тут вариабельно всё может быть. ПЦР должен дополнять сирологические тесты всегда. И, конечно же, диагноз только в совокупности всех признаков ставится. Нельзя только по ПЦР или сирологии, или только клиническим признакам. Предположить можно, но поставить окончательный диагноз нужно только в совокупности всех признаков. Итак, о диагностике мы поговорили. У нас достаточно много методов диагностики эрлихиоза. Теперь приступим к лечению. Информации по лечению эрлихиоза на основании гайдлайнда от 2015 года по эрлихиозу на плазмозу в Европе. Там собраны все современные данные, мировые исследования, которые проводились в последние годы. Препаратом выбора остаётся доксициклин. Это антибиотик тетрациклинового ряда. Доза стандартная, но важен курс в течение 4 недель. Обязательно, не меньше. Есть исследования, которые доказали, что если курс доксициклина менее 4 недель, это может быть 2-3 недели. Эффект есть на лечении, но этот короткий курс не приводит к элиминации инфекции. Инфекция может вернуться после отмены антибиотика через некоторое время. Другие препараты, которые также рассматриваются для лечения эрлихиоза собак, это хлорамфиникол. Чаще используют у щенков до года, которым нельзя применять доксициклин, потому что он изменяет эмаль зубов. В стандартной дозировке, которая указана в учебнике ГРИН инфекционной болезни, он вводится перорально с интервалом 8 часов, то есть 3 раза в день, и курс от 3 до 4 недель. Препарат хлорамфиникола, торговое название, левомецитин, обычный наш левомецитин. Также в случаях коинфекции с бобезией или гипотокзон, применяют и медокарбодипропионат, он же и влияет тоже на элиминацию эрлихи. Доза стандартная, но препаратом выбора доксициклин. И медокарб применяют двухкратно с интервалом 2 недели, то есть обязательно дублировать введение нужно внутримышечно. Использование стероидов. Здесь много вопросов на самом деле. Сошлись на том, что не нужно применять стероиды вместе с антибиотиками, то есть если мы лечим инфекцию, нам не нужно добиваться иммуносупрессии, на фоне иммуносупрессии, мы будем долго избавляться от инфекции или будем провоцировать эту инфекцию. Рассмотреть только, если нет хорошего ответа на лечение, поскольку при эрлихиозе довольно высокая частота иммуноопосредованных механизмов, которые мы эрлихию убили, а иммуноопосредованные механизмы могут остаться, они могут убить животное, собственно, нашего пациента. Поэтому в этих случаях, конечно, мы применяем иммуносупрессивную терапию. Доза стероидов в этом гайдлайне варьирует от 0,5 до 2 мг в сутки. Там нет упоминания дозы 4 мг для стероидов. То есть это умеренные иммуносупрессивные дозы. И при субклинической форме эрлихиоза, когда нет симптомов, но мы предполагаем, например, иммуноопосредованную тромбоцитопению и связь с эрлихиозом, иммуносупрессия может провоцировать бактериемию. И здесь, в этом случае, нужно контролировать развитие инфекции тестами и ПЦР, и сирологическими тестами. И если у нас больше данных за то, что всё-таки инфекция есть, то мы должны дополнительное лечение обязательно назначать. С одной стороны, боремся с аутоиммунными реакциями, с другой стороны, мы должны контролировать развитие инфекции обязательно, не забывать об этом. Итак, каков контроль после лечения? Контроль – это важная составляющая, потому что не всё просто с эрлихиозом. С одной стороны, его легко лечить, и, казалось бы, четырёх недель доксициклина достаточно, чтобы убить эрлихию и чудесным образом оздоровить животное. Но очень часто признаки возвращаются очень часто к этим признакам, то, что мы перечисляли, это и кровотечение, и ЖКТ проявлений, поражение глаз, центральной нервной системы. Добавляются ещё и другие признаки, сейчас мы попозже об этом, я упомяну. В этом случае мы должны подозревать коинфекции, и, видимо, расширять список диагнозов и исследовать эти другие инфекции, потому что лечение может несколько отличаться от лечения только эрлихиоза. Эти животные, они непростые. На фоне терапии доксициклином при остром эрлихиозе клинический ответ должен наступать быстро. То есть для чего нам нужна вся информация, которую я сейчас здесь перечислю на этом слайде, чтобы понять, у нас животное избавилось от инфекции, нам нечего бояться, или всё-таки есть чего бояться. Итак, в течение двух суток уже будет ответ. У таких животных хороший прогноз, и при соблюдении курса 4 недели мы можем надеяться, что мы его быстро вылечим от эрлихиоза и не получим никаких осложнений. При хронической тяжёлой форме моноцитарного эрлихиоза собак здесь есть корреляция тяжести с показателями крови. В зависимости от того, насколько выражена панцетопения и насколько выражены осложнения у этих животных. Прогноз, чем более выражены эти признаки панцетопения, тем прогноз хуже. Но в принципе он плохой, если животное проявляет активную форму болезни. Есть исследование 2008 года, которое говорит, что снижение уровня лейкоцитов ниже 4, гематокрита ниже 25, тромбоцитов концентрации ниже 50, но всё это в микролитрах, конечно, были фактором риска смертности. При лейкоцитах ниже 1,5, низком гематокрите ниже 15, тромбоцитах ниже 15, сопутствующей гипокалемии, тяжёлые кровотечения, признаки коглопатии и так далее, практически в 100% летальный исход. Это, наверное, и так понятно, что это будет очень тяжёлое животное. При сохранении клинических признаков после лечения доксициклином мы провели курс, а симптомы у нас сохраняются, мы должны рассмотреть другие инфекции, либо опухоли, которые приведут к иммуноопосредованным механизмам, или собственные иммунные болезни. Клиника и уровень белков крови нормализуются в течение 2 недель. Если симптоматика будет уходить у нас за 2 дня, то клинические показатели крови и уровень глобулинов нормализуется в течение 2 недель. Это при лечении острого лихиоза, когда оно успешно. Что касается лайза, серологических тестов на фоне лечения, титры в динамике с интервалом 2-3 недели, мы берём на фоне лечения, если показывают, что сероконверсия четырёхкратная есть, то есть повышается титр в 4 раза, мы говорим о продлённой инфекции, и мы должны дальше контролировать симптоматику этого животного, либо повторять лечение. Титры уменьшаются постепенно за 6-9 месяцев, то есть на каком-то уровне примерно одном, даже если это высокие титры, они могут в течение от 6 до 9 месяцев сохраняться, и дальше дольше, то есть не обязательно 9, это может быть и в течение года, но есть данные, которые говорят о том, что в течение 12 месяцев эти титры должны начать снижаться, если релихиоз у нас побеждён. ПЦР берём через 2 недели после отмены антибиотика, чтобы посмотреть, есть ли наличие релихи в крови, то есть острая стадия у нас ушла уже или не ушла. Если ПЦР у нас, пролечили пациента 2 недели после отмены антибиотика, взяли повторный ПЦР, и он опять положительный, рекомендовано повторить 4-недельный курс дексициклина, если повторно ПЦР опять будет положительный, то рассмотреть другой препарат, имидокарп как вариант, или рассмотреть коинфекцию, что-то у нас не то. При отрицательном ПЦР, после уже отмены антибиотиков, повторяем ПЦР через 2 месяца, то есть 2 месяца это тот срок некого контроля после уже как бы вылеченного релихиоза. Инфекция релихиоканец не формирует постоянный иммунитет. Если животное живет в эндемичной зоне, оно может повторно заражаться, повторно болеть. Поэтому очень сложно понять в этих зонах, какая стадия релихиоза у собаки в данное время, вот прямо сейчас. Это может быть субклиническое обострение, это может быть хроническая форма, но там будет угнетение костного мозга, это опять же единственный ее признак. Или это новый острый релихиоз, или это какая-то коинфекция. Эти животные сложны, и здесь надо знать, и надо помнить все эти механизмы. Есть очень много исследований, которые проводились на базе Северной Каролины, Университета Северной Каролины. Доктор Брэйчверт, он является ведущим инфекционистом в области векторных болезней, и в частности доктор, который, наверное, больше всех знает про такую болезнь, как Бартонелла Винсени. Насколько сложно ее диагностировать, зачастую только по симптомам ее можно диагностировать. Мы должны помнить, что есть перекрестная реакция Элайза и Эйфа, то есть ирологических тестов, у Эрлихия Канис и Бартонелла Винсени. То есть, если у нас сохраняется симптоматика или присоединяются те симптомы, которые описаны здесь на слайде, то, что не сильно характерно для эрлихиоза, это горнолематозные поражения, это выпады, которые не поддаются объяснению, то есть непонятно, с чем это связано, это уже исключена сердечная недостаточность и так далее. То есть есть выпад, мы не нашли причину для этого выпада. Это эндокардит и миокардиты, хотя эндокардиты тоже описаны для собак с эрлихиозом в небольшом проценте случаев из-за воскулита, опять же, но эндокардит при Бартонеле чаще и с более выраженной клинической симптоматикой. Полиартриты асептические, больше характерны для Бартонеллеза как раз. Иммуноопосредованная гемолитическая аномитер, амбоцитопения, это общий признак. При Бартонеле может проявляться эзенофилия, более выраженные воскулиты с отеками и выпадами, лихорадка неоснотеологии, это общий такой термин, и хроническое течение гепатитов не совсем характерно для эрлихи. Вот в этом случае нам нужно подозревать Бартонеллу. У нас доступен только один тест, это ПЦР Бартонелла, но очень мало данных по эффективности этого теста. Он не эффективен по мировым, но не сильно эффективен и диагностичен по мировым данным. И сейчас разработан тест, который делает только лаборатория доктора Брэйчверда и к нему со всего мира присылают материал для этого теста. Я не буду в него углубляться, потому что нам он недоступен. Нам банально переслать материал в Северную Каролину, это нужно кровь или ткань, а спират – большая проблема. Но о Бартонеллезе нужно помнить. Если у нас есть такой пациент, мы заподозрили, что что-то там нечисто, и возможно коинфекция с Бартонеллой, то есть нет ответа на лечение, продолжаются симптомы, появляются какие-то атипичные симптомы, мы должны пролечить Бартонеллез собак. Безопаснее будет расширить антибиотикотерапию. Как показала моя очень маленькая практика из двух пациентов, они прекрасно переносят тройную схему антибиотиков. Чудесно, вот прям. Я не призываю всем подряд назначать эту схему, это всё-таки должно быть взвешено и обосновано. Доксициклин, если вы заметите, применяется в более высокой дозе, чем наши стандартные дозы. В сочетании с энрофлоксацином эти препараты назначаются сразу вместе. Курс 4-6 недель. Если история болезни продолжается, мы этот курс можем продлить до 8 недель. Если в течение некоторого времени на это сочетание докси-энро нет ярко выраженного клинического ответа, то есть у нас не уходят симптомы, у нас продолжаются иммунопосредованные процессы, но самые яркие это анемия и тромбоцитопения. И нам нужно подумать о том, чтобы добавить к терапии азитормицин. Азитормицин будет, он не влияет, он влияет на Бартанеллу, но очень быстро вырабатывает резистентность у самой Бартанеллы, но он будет усиливать действие энрофлоксацина, поэтому в монорежиме азитормицин был вообще неэффективен, только в сочетании с этими двумя антибиотиками. Данные визиты из обзора Аквима 2016 года доктор Брэдшверт представлял вот эти данные. Итак, материалы, на фоне которых сделана эта лекция, если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, что вы их сейчас зададите, и дальше я вам расскажу о двух клинических случаях быстренько. Да, пожалуйста. Я хотела спросить, были ли в статьях какие-нибудь данные об изолированном поражении нервной системы, чтобы оказался эролихиоз, то есть без других клинических симптомов? Я не искала специально вот такие статьи. Те статьи, в которых описывалось поражение, они были на фоне тромбоцитопении или иммунопосредоногемолитической анемии. То есть обычно сопутствующие есть симптомы? Чаще всего сопутствуют именно в острой стадии. Я так понимаю, что ведущими, ну или, скажем, преобладающими симптомами являются панцитопения и коагулопатия сопутствующая, а для диагностики предлагается пункция селезенки. Это вот... Костного мозга тоже. Как выполнить пункцию селезенки, не рискуя кровотечением? Ну и здесь, конечно, надо взвешивать риски. Опять же, панцитопения тяжелая будет только при хронической форме релихиоза, и там нужно взвешивать риски. Мы можем перелить пациенту кровь, можем стабилизировать уровень тромбоцитов и даже применяемую супрессивную терапию. Часто применяются изначально короткие курсы стероидов для того, чтобы поднять уровень тромбоцитов. Есть описание про использование Винкристин у таких пациентов, это тоже дает хороший эффект. Но там я нашла статью только с одним клиническим случаем хронического релихиоза, который выздоровел при сочетной антибиотикотерапии, Винкристине и коротком курсе иммуносупрессии. Но это прям единичные случаи. Наверное, здесь надо взвешивать за и против. Если есть только тромбоцитопения, это не противопоказание к проведению ТИАП, собственную пункцию селезенки костного мозга. Если есть тяжелое кровотечение, но здесь, как правило, будет, конечно же, панцитопения, здесь, наверное, нужно рассматривать одномоментно переливание крови или тромбомассы, стабилизация быстрого пациента, одновременно взятие пункции, как мы часто и делаем у таких пациентов с панцитопениями. Ну, взвешивать риски, конечно, нужно. У тебя в последнем, в последней, последняя статья описана у кошек и релихиоз, да, то есть статья посвящена, там написано кошачий, следующий слайд. Список литературы, в списке литературы. Последняя статья написана про кошачий, а на плазмоз и релихиоз. Но ничего в лекции про это ты не сказала. Молодец, Александра Сергеевна. Я не стала сильно останавливаться на кошках. У кошек выделяют несколько видов релихий, в том числе и релихий и канец. У нас просто лекция посвящена не релихиозу, а на плазмозу в совокупности. Если бы лекция, может быть, когда-нибудь и сделаем такую лекцию, потому что собаки с аноплазмозом тоже есть, и по исследованиям наших российских коллег аноплазма выявляется в наших российских клещах, то есть я думаю, что для нас это тоже будет актуально. Бывает, да. Кошки болеют релихиозом, у них проявляется тромбоцитопения и иммунно-опосредованная гемолитическая анемия, у них проявляется гломеролунифрит. Да, бывает релихиоз у кошек, бывают такие случаи, есть. А механизм образования кровоизлияния какой? Только тромбоцитопения? Механизм образования кровоизлияния? Нет, воскулопатия. Из-за воскулопатии происходит повышенное потребление тромбоцитов, снижение уровня, но при этом не будет тяжелой тромбоцитопения, и нарушается ломкость сосудистой стенки. Это будут мелкие кровоизлияния, это не будет массивное кровотечение. Тромбоцитопения приводит либо к петехиям, либо к массивным кровотечениям, если она затяжная. Вообще, когда я лечила своих животных, первого пациента, о котором я сегодня буду рассказывать, она у меня была только с тромбоцитопения и петехиями, и очень было страшно не вводить иммуносупрессию собаке, у которой низкий уровень тромбоцитов, у которой уже было два эпизода кровотечений. При этом мы общались с доктором Брейдшвердом, и он говорил, что вы не переживайте, при таких тромбоцитопениях у них не происходит каких-то тяжелых кровотечений, они от этого не умирают. Не бойтесь, лечите инфекцию, и всё. То есть они как-то к этому спокойно относятся, видимо, потому что у них очень много таких животных. При каких таких, мне не совсем понятно? С тромбоцитопения и кровотечениями. У них их много, и они не сильно спешат вводить иммуносупрессию, вводить иммуносупрессивную терапию. Отвечая на ваш вопрос по поводу механизма кровотечения, это не только из-за низкого количества тромбоцитов и вторичной коагулопатии или тромбопатии, это также из-за воскулита, но это будут мелкие кровотечения. Воскулопатия тоже сопутствует кровотечения. Спасибо. Поражает эрлихи, поражает стенку сосуда, и нарушается прочность этой стенки, и лопаются сосуды, грубо говоря. У меня вопрос. Вот если трансовариальная передача отсутствует, но там среди клещей, а как они попадают в личинок, то есть вот этот вот круговорот эрлихи? Видимо, через слюну собак, от личинки к клещу, и через собак вот этот круг у них замыкается. А в яйце эрлихи нет, то есть отсутствует через яйцо передача. Понятно, спасибо. Через слюну. И клещ заражается от больной собаки тоже. Почему? Миграция клещей, миграция собак и так далее. Он и распространяется поэтому так сильно. Есть еще вопрос? Тогда я оставляю адрес электронной почты. Если у кого-то будут такие пациенты, поделитесь, пожалуйста, пациентами. Может быть, я вам чем-то смогу помочь. У меня все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok